Руслан Поляков Всем привет, меня зовут Руслан Поляков, я руководитель тату-студии First Студия наша работает с 2010 года Сам я начал этим заниматься довольно-таки давно Когда решил сделать себе первую татуировку В итоге поглядел, как люди работают, что делают И решил попробовать сам Поработал недолго, потом поменял профессию Правда, ну, тоже в художественном плане все это было Ну и в 2010 году Как-то начал заняться Решил, вернее, заняться этим более плодно Отдавать этому больше времени И в итоге переросло это в основную работу А ты когда-нибудь заканчивал какое-нибудь художественное что-нибудь? С детства рисовал? Нет, я любил рисовать в детстве Да, рисовать, лепить В общем, всякое родное рукоделие Творчески сам себя, скорее всего, развивал А с самого начала своего пути ты работал в чьей-то студии Или сам на себя работал? Как появилась статуя студия First вообще? Ну, если не брать далекое, прошлое То с самого начала работал в своей студии Один? Или с кем-то еще? Нет, работал у меня был напарник Долгое время мы с ним работали Ну, потом воли судьбы разошлись И сейчас каждый работает сам по себе Расскажи, в каком стиле ты работаешь? С чего ты, с какого стиля ты начинал? Как пришел к тому, что сейчас делаешь? Работаю в стиле... Ну, стараюсь больше работать по изображениям людей, животных То есть стараюсь больше работать в реализме И именно больше всего нравится портретная стилистика Но, само собой, как сказать Каждому свой вкус не навяжешь Поэтому работаю и в других стилях Но стараюсь придерживаться А с какого стиля начинал? Начинал, ну, как всегда уж С олдскула, с надписи? Как всегда, олдскул, надписи, трайвлы Все, что понятно разуму с первого взгляда Сколько лет ты уже занимаешься этим? Ну, получается, шестой год Шестой За шесть лет были какие-нибудь работы, которые трешовывали? Какую самую трешовую работу делал? На каком-то месте, может быть? Или какой-то рисунок был? Ну, если честно, много таких Много? Ну, что-нибудь расскажи интересное Конечно Не вспомнишь? Да я фиг знает Нет, не помню Просто когда уже, ну, работаешь давно Они все кажутся, ну, плюс-минус Ну, ничего Тебя уже мало чего удивляет Со временем Может быть, там работают первый год Второй Ты обращаешь внимание, запоминаешь Всякие такие казусные Казусные моменты Работы, каких-то клиентов Которые тебе кажутся странными Ну, когда по прошествии лет Все тебе кажутся нормальными Обычными людьми Вот То есть И поэтому как-то в голову У нас у меня приходит Что-то такое Что-то естественное Татуировку на голове кому-нибудь? Да, конечно Ну, и на кистях И, соответственно Да, конечно Вот татуировку на голове Как раз и запомнил Потому что девушка пришла За первой татуировкой И на голове, да? Да, и первая у нее была Именно на голове Вот В стиле стимпанка Она у нее была Вот Такая Ну, не самая, конечно, большая Но и не маленькая То есть Не плюшевая там Точка, надпись или символ Вот Так же А вот Что ты не любишь в своих клиентах? Кого-то раздражает там Излишне Кто-то разговаривает Много там Кто-то хохочет Еще что-то Есть, что тебя раздражает в клиентах? Кому-то больно там Излишне Есть такое? Ну Не знаю Раздражает психопата Которые 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 с кушетки Стараются выпрыгнуть А с остальными Я стараюсь Находить Общий язык То есть Как ты вообще оцениваешь сам свои работы По 10-ти бальной шкале Скажем В целом Сложно, конечно Все с разом оценивать Но ты можешь лучше Бывает такое Что ты знаешь, что ты можешь лучше Я Как сказать Я не то, что знаю, что я могу лучше Но я этого не делаю Я знаю, что Ну Я еще учусь Учусь Я знаю, что По истечении времени Буду делать Еще лучше Я осознаю, что Я нахожусь на стадии того Что я еще не все знаю Не все умею В стадии развития Да Здравствуйте, мы об этом заговорили Расскажи, какие планы у вас на будущее Может быть, твои личные Или студии Мои личные планы Они, как и всегда Пересекаются с планами студии То есть Развитие Развитие Улучшение качества работы Наши Возможное привлечение Каких-то новых мастеров Вот Да, конечно Охота даже больше Не какие-то фесты Нет у меня погони За наградами За грамотами Это тоже такая вещь Субъективная очень Тем более сейчас Когда культура татуировки Очень сильно Развивается Вышла на достойный уровень Поэтому Тут Одна и та же работа Может Где-то что-то взять А в другом месте Вообще На нее внимание Обратят То есть От многих факторов Зависит Вот Охота Просто Погастролировать Там Попутешествовать Возможно В всей студии Там Не знаю Ну да Это круто А вот То что мы заговорили Как раз Развитие И что бы ты хотел Посоветовать Или пожелать Начинающим татуировщикам Которых собирается Или на первых парах Там Находится Начинающим татуировщикам Конечно Хочу посоветовать Чтобы у них был человек На которого Они могли посмотреть Как он работает Как он делает Чтобы не идти По своим ошибкам Потому что По своим ошибкам Можно конечно ходить Но это все Дольше получится Дольше будет развитие И сложнее Ну вот Хочу посоветовать Терпение Это самое Наверное главное Терпение Усидчивости Не торопиться Обращать внимание На все мелочи В общем Работать и работать То есть Не сидеть Когда работаешь Работа тебя находит И все в итоге получается Не класть руки Как бы лень не было Там устал Не устал Но нужно делать Работать Вот Ты бы хотел Переехать С нашего города В какую-нибудь другую То есть из Казани Там например В Москву Переехать работать Потому что Там город больше Нет В Москву не хочу А куда? Лосканжать хочу Ну то есть Куда-нибудь Переехать хочется Да? За границу Ну нет Ну Казань все равно Не оставлять Все равно Это ну Так Пока здесь зима Работать там А что там В тепле Я люблю тепло Люблю когда снега нет Сухие дороги Люблю Кстати А любви к другому Чем ты еще занимаешь Помимо мотировки? Ну увлечение у меня Самое главное Мое увлечение Это двухколесная Техника То есть Мотоциклы Спортивные мотоциклы То есть Я люблю Быструю езду В общем Все что связано С мотоспортом Это все мое В общем У тебя нет Татуировки мотоцикла Нигде? Нет Татуировки мотоцикла Я еще пока не сделал И возможно Не сделал Потому что мотоциклы Разные То есть Конкретики Предпочтений Какому-то Я не отдаю Пока что Ну сделан Да? Когда-нибудь Ну что-нибудь Сделал Ну То есть Это нужно мне Начать жить этим Больше чем Всем остальным Вот Тогда я считаю Будет Целесообразно Вот А так как Это просто хобби Даже Как сказать Серьезное Сейчас ты считаешь Что татуировка Это вся твоя жизнь И это навсегда И будет всегда Стоп То есть Есть такие мысли Что ты когда-нибудь Закончишь Делать сам То есть Ты можешь Уйдешь в какой-то Бизнес Там Татуировки Тоже Да? Но делать Прекратишь ли ты? В общем Нет Не прекращу Не знаю Как сформировать Эту мысль Ну в общем Никогда Всегда будешь Делать татуировки И всегда Будет тебе хотеться Это делать Да, конечно Мне нравится Это дело Это на самом деле Это мне приносит Удовольствие Это как хобби Хобби работы Вот Естественно Бывает Устаешь Но когда уже День ото дня Без выходных И так далее Да, кажется Что может Это Ну его нафиг Ну ничего Потом Отдохнул Погонял на моечке Ну бывают В общем такие моменты Когда ты хочешь Все бросить Ну конечно Это у каждого человека Мне кажется Бывает И в любой возраст И как бы Он чего не любил Хотел бы Тебя будут смотреть Не только Твои возможно Будущие клиенты Не только Другие мастера Но и Твои клиенты Которые уже к тебе ходят Хотел бы ты Что-нибудь им сказать Нам привет Передать Всем привет Кто соскучился Приходите Так кофе Побел Подречим Каким оборудованием Ты работаешь Работаю в основном Машинкой Шаен Тандер Ты их контуришь и красяшь? Ну Контурю в основном Какие-то мелкие Тонкие Очень вещи Ну вот Но все-таки Контур Нормальный Плотный Жирный Контур Я предпочитаю Делать индукцией Старые Добрые индукции Все-таки Ну никакой Ротор Я считаю Не будет лучше По крайней мере Для контура А картриджи какие используешь? Блок? Силовое оборудование Критикал Картриджи использую Раньше использовал Титек и Шаен Но Титек не знаю почему Как так сложилось Что перестал Из шаенских Картриджей нравится В основном М1 Магнумы Для плотных Заливок И Контур Аарелки То есть Аарелки Шаенские Не нравятся Поэтому Сейчас для себя Пробую Какие-то Новые варианты В данный момент Использую Картриджи Элит Которые Татуэйш Поставляет С другой Руки Картриджи Пока довольны Пока все нравится Их заживление Как работают И в плане Работы Тихие Очень То есть Нормально Пока вот Менять не хочу Какая у тебя Вообще была Первая машинка Вспомнишь? Ну как всегда Уж самодельную А самодельную Догони Конечно Тогда это У всех Будет самодельную Причем Ну сколько Был вариантов Которые По выкидывам Одна была Самая страшная С виду Хорошая Да Но делала Она хорошо Ты ее не хранишь? Нет Нет Я ее Подух Своей в армию С собой взял Ну вот Ну там Год она у меня Подержалась Потом все-таки Отнял Замполит Злой В общем Вот так вот Ты всех Татуировщиков знаешь В Казани? Ну то есть Заочно Да нет Не всех Они Чуть ли не каждый Новый Появляются Ты Есть такой Такой Татуировщик Или еще Кого ты не любишь В нашем городе? Ну тут тоже Любовь Как сказать Можно Не любишь Как мастера То есть Там Не нравится А можно Как человека Ну то есть Нет Никого бы не хотел Отметить Никого Потому что я считаю Если у кого-то Какая-то неприязнь Прямо Что тебе так вот Сидит она в тебе Ты хотя бы Ну Не знаю Думаешь Одно в голове держишь Ну я вообще Не вспоминаю Я Нацелен На свои Какие-то Вещи Нет Некогда Растрачивать Я понял А как ты Относишь К мастерам Которые Например Делают Только Надписи Там Или только Маленькие Работы Которые Однотипные Там Штамбуют Одно и то же Тебе это Не нравится Если ты Это видишь Да я не лезу К этим Мастерам Главное Чтобы они Делали Это Хорошо Пускай Они там Делают Одни Надписи Больше Ничего Не умеют Если они Надписи Делают Хорошо Почему бы Зачем Им мешать Пускай Пускай Делают Каждый Себя Находит В чем Своем Я понял Если Тебе приходит Человек Клиент И говорит Вот я Сделал Туировку Там У такого Мастера Она Какая-то Плохая То есть Плохо Получилось То Ты Как-то Думаешь Об этом Вообще Об этом Мастере Зачем Он Так Сделал И тому подобное Руки Оторвать Или нет На заре Своей Карьеры Наверное Сейчас Уже Думал Это Больше Пафос Какого-то А сейчас Максимум Спросишь Почему Тогда Пошли Туда Как Попали Неужели Не Видели И так Далее А порой Не спрашиваешь Ничего Единственное Я всегда Спрашиваю Человек От Другого Мастера Неплохого Так Скажем Приходит С Недоделанной Работой Я всегда Спрашиваю Почему Он Недоделан В чем Дело Потому Что Бывает Люди Остаются Должны Какому-то Мастеру И Ну Так Скажем Кидают И Перебегают К другим Поэтому Я Тут С Насторожностью Всегда Отношусь Прежде Чем Браться Вот Тем Более Ну Если Человек Пришел От Известного Мастера За Которого Я Уверен В Его Качестве Вот В Так Случаев Да Я Лишний Раз Поговорю Чего К чему И Вот Еще К вам Приходят В студию Ученики То есть Люди Которые Хотят Учиться Вообще То есть Просто Так С улицы Зашли И Спрашивают Да Приходят Как Ты считаешь Татуировка В нашем Городе На каком Уровне Вот По сравнению Ну Взять Если Россию Какого Уровня Средний Хороший Низкий Еще Куда Расти Понятно Куда Есть В нашем Городе Есть Кого Может Хочешь Ты отметить Отметить Конечно Есть Кого Причем Достаточно Много В Казани Я просто считаю Большая Очень много Мастеров Большая Концентрация То есть Развивается Культура Тоже Быстро И Я Еще Такой Вопрос Задавал На всех Интервью По-моему Сейчас Такая Тема В Казани Что Татуировщики Любят Закидывать Туровок Черный Список Не Общаться Как-то Искусно Другого Смотреть Не Видеться И Зляться На друг Другого Ты Поддерживаешь Или Лучше Дружить Всем Не То Чтобы Дружить Чтобы В гости Друга Ходить А Просто Не Иметь Никаких Злых Другом Отношений Злых Отношений Ну Конечно Поддерживаешь Чтобы Я Поддерживаю Просто Не Нужно Другого Вообще Трогать И Касаться Потому Что Как бы Кто Кому Там Не Улыбался Друзья Не Друзья Там Все Все Понимают Что Это Конкуренция Ну Это Да Конкуренция Должна Быть Здоровой Не Черной Не 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 Делать В общем Не Работать Против Людей Методами Которыми Не Хочешь Чтобы Сработали Против Тебя Вот Я Считаю Так Это Все Должно Быть Я Понял А Вот Ты Как Руководитель Студии И Сам Мастер Здесь У вас Есть Коллектив Сложно Держать В узде Коллектив И Быть Директором И Мастером И Дружить Одновременно Ну Честно Да Сложно Сочетать Да Конечно Потому Что Люди Все Разные То К Каждому Нужен Свой Подход В общем Ну плюс То Что Ты Еще Сам Попутно Работаешь То есть Та же Усталость Накапливается Тоже Раздражение И В общем И тебе В то же Время Нужно Еще Думать О проблемах И как-то Решать Проблемы Своих Сотрудников Естественно Сложно Но Как-то Боремся Выкручиваемся Бухаем Раз в неделю И Легче Да По полной Программе Да Приходите На вечеринку Да Да Если Какой-нибудь То Что Ты Ни с кем Не поделишься Просто Да Или Нет Есть Такое Какой-то Твой Твой Техника Какая-то Особая Или Ты Работаешь Как Есть Конечно Нет Есть К тому Что Особая Техника Есть Какие-то Приемы Но Если Честно Мне Нравится Когда Люди Ко Мне За Помощью Обращаются Вот Ты Готов Делиться Да С С С Я могу Показать Мне даже Приятно Когда Человек Сидит Смотрит Я чувствую Что Я нужен Для Человек То есть Я Никогда Не гнал От себя И Даже Те же Ученики Кто Приходит Но Я всегда Говорил Сидите Хоть Весь День Рядом И Смотрите Все Что-то Хочешь Еще Сказать Посыл Что хочу Сказать Надеюсь Мы Вся Грунды Не Наговорили Надеюсь Виде Вам Всем Понравится Ребят Делайте Татуировки Делайте С умом Не бойтесь В общем Боль Это Чувство Преодолимое Как Говорит За 20 минут Дикой Боли И Все Ладно Всем привет Давайте Надеюсь Увидимся Всем пока Я был Студия Татуировки Перстату Со мной Был Руслан Поляков До Новых Встреч Пока Преодолимое Спотел Я себя напряженно чувствую Это я Я Не Я 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